Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака, Шани. Геральт, тебе удалось выйти из тюрьмы? Ну да. Да, хотя это и было нелегко. Я слышала всякое о твоих похождениях. Я был занят. Вижу, ты работаешь в лечебнице. Именно. Борюсь с чумой. Не очень много времени остаётся на болтовню. Когда мы сможем поговорить подольше? Я сняла комнату в северной части города. Заходи после работы. Хорошо. Только быстрее мне нужно работать. Да-да-да-да. Есть кое-что. Это может подождать до вечера? Нет. Приходи ко мне домой. Ну блин. Чем я могу тебе помочь? Ладно. Твои умения тут не помогут. Если только нам не нужен будет кто-нибудь, чтобы прикончить безнадёжных больных. Да. Ну да. Мы пока не смогли найти лекарства от чумы, но скажи, ты знал Русти? Не припоминаю. Жаль. Прежде чем умереть от чумы в Мориборе, он обнаружил, что некоторые травяные экстракты замедляют развитие болезни. Тебе нужны эти травы? Да, лучше всего подойдёт Хербазериал, известная в народе как Ласточкино зелье. У меня есть такое. К сожалению, оно обычно растёт в труднодоступных болотистых местах. Посмотрим, что я смогу сделать. Принеси его столько, сколько сможешь. Пять. Каждое соцветие на счету. Хотя бы пять побегов. Хорошо. До встречи. До встречи. А сколько у меня есть этого Ласточкиного зелья? Скотинство! Ну ты посмотрите на это, да? Четыре есть. Где-то тут был отравник. Хотя, стоп. Я всё равно собирался идти на болото, поэтому... Поэтому мы пойдём на болото. Я должен это сделать. Такс. Где эти двери, блин? Здесь, по-моему, будет это, да? Да, вот вороток дамбли. О, Зигфрид! Старый друг! Хочу. Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На болото. Проход нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана. Поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший вы зиму от ужасного Кокатрикса. Герой? А, ну это другое дело. Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае, проходите, милсдарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем. Хе-хе, за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. Да. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь Пылающие Розы. С головы до пят, погружённый в вонючее месиво. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря, орденов в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо. Кроме того, он выразил благодарность. Добрые люди всё-таки встречаются. Спасибо, Зигфрид. Мне слишком мало плана. Геральт, я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты вступить в вождь? Нееет. Я пришёл по объявлению. Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя есть доказательства, что ты... Нет. Возвращайся. Хорошо. Тогда мы пойдём к дамбе всё-таки. Мне нужен Деклан Левуарден. О, портовая... Женщина. Женщина. Ты тут работаешь или просто гуляешь? Для тебя? Гуляю. Ну, может, ты меня и убедишь? Э-э-э. Дорого. 310. Не хочу с тобой разговаривать. Я сэкономлю, пожалуй, на твоих сёстрах в городе. Ладно. Ну что, Деклан? Я слышал, твари на болотах мешают перевозить грузы. Это правда? К сожалению, да. Но, думаю, ты не из любопытства спрашиваешь. Именно. Я надеюсь, кто-нибудь заплатит мне за их уничтожение. Возможно, меня это заинтересует. Пристань находится около болота. Она очень важна для моего бизнеса. С тех пор, как появились эти твари, я постоянно несу убытки. Ты можешь описать твари, которые нападали на твоих людей? А что там описывать? Я знаю, что это утопцы. Выходят по ночам, уничтожают товары и убивают людей. Я заплачу 400 аренов, чтобы избавиться от них. Тебя это устроит? Да, вполне. Конечно. Вести с тобой дела – одно удовольствие. Именно. До свидания. Спасибо, Деклан Левуарда. Так. Ничего личного. Вам не следовало выходить. Давайте разберемся. Нужно отдохнуть. Блин, не хотелось бы камушки, конечно, тратить. Но тут я не могу достать, к сожалению, не меч. Вылазают по ночам, значит, да? Да доставай уже ты, серебряный, ну. Ну, 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 ну. Мозги. Это все? Но пристань, по-моему, это со стороны болот. Ну, так, если я, конечно, не ошибаюсь. Это мне нужно перебраться на ту сторону. Так, ну, в данный момент я займусь, пожалуй, другим делом. Мне нужно уничтожить эти цветы для садовника. Эти хинопсы, по-моему, так они называются. Поэтому пойдемте туда. Как вы видите, людей ночью тут нету вообще. Сейчас по-любому саламандры полезут. Но ничего не сделаешь. Вперед. Так. Зигфрит тут. Ох ты, твою мать! Ну, вроде вышатал. Эти твари опасны. А где тут эти... Ну, местные... Забыл. Опять же. Долбанные... Эхинопсы. Где вы? Где мне эхинопсов-то искать? Так. Задание. Безопасная пристань. Юзу. Больше информации. Так. Вези мне следы Казару. Я пету. Я должен достать... Для могильщика шесть горшков собачьего жира. Альгулий, волков, гулий, плавунов, эхинопсов. Для выполнения этого задания нужна запись. Об эхинопсах. И необходимо добыть для садовника три корневища эхинопса. Понятно. Старая знакомая это о чем? Собай... Ласточки на зелье. Да-да-да. Я должен поговорить с краснолюдом Бивальди. Я должен поговорить с Винцентом. О саламандрах. Надо поговорить с Таллером. О его связях с саламандрами. Я думал, что здесь водятся эти твари-хинопсы. Но похоже, это все на болото мне нужно идти, да? Ну, в таком случае мы сейчас пойдем к Таллеру. Спросим, как он связан с саламандрами, если он нам ничего не расскажет. Так, что? Ты слышал про саламандр? Говори. Нептилии хренососовые? Да я про них слышал. Но ни хрена не понимаю, что им нужно. Амфибии. Чего, блин? Саламандры-амфибии. А теперь расскажи, каким образом ты с ними связан. Да черт меня дери, если я знаю. Ты ведешь дела с саламандрами? Ты чё, с лошади рухнул? Нет. Откуда такие мысли? Он ни при чем. Вещи Берингара. Ядрёно вошь. Я скупщик. Тебе картинку нарисовать, что ли? Ты считаешь, я должен каждого вора спрашивать, откуда он спер эти вещи? Давай лучше я нарисую тебе картинку. Определённая организация саламандры охотятся на ведьмаков. Ведьмак Берингар исчезает, и всё, что у него было, попадает в руки к скупщику. К тебе. Улавливаешь. Срать я хотел на твоей картинке. Я ничего не знаю про Берингара. Спроси у моих поставщиков лучше. Кроме того, я бы не выжил в этом бизнесе, если бы продавал товары, которые сам украл. Да, я ему верю. Я верю тебе. У тебя есть связи среди стражников. Ты можешь представлять ценность для Азара. Чёртовы смутные времена. Мне тоже нужна защита от саламандр. Поэтому я и заключаю сделки со стражей. Это ты так говоришь. Я плачу шестёркам Винсента несколько монет. А они заботятся о моей безопасности. У меня всё, я пошёл. Да, всё нормально. Я верю тебе. Вину нужно доказать. Так что пока будем считать, что ты не имеешь к этому отношения. Ну, наконец-то. Явление Дикстры, аса разведки. Ядрёно вошь. Какой, блин, глубокий анализ. Если что-нибудь ещё выяснишь, или если понадобится... Собака. Собака. Сейчас, подожди. Да, блядь. Так, а куда мне идти теперь? Где у них тут кладбище-то? А, это со стороны... Я понял. Та-та-та-та-та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Собачка. Спокойный. Ну, очень. Так, уходим. Я слишком мало платил за такую работу. А, не сюда. Я умираю, я знаю. Бывает. Так. Бывают жизни неудачи. Но! Рыцарь Ордена Пылающей Розы, ты... Ты неплох. Что это? Гуль! Ну, блять! Так. Что ты такое, блять? Что-то было! За этими воротами меня ждут мёртвые и восставшие из мёртвых. Но это кладбище, я подозреваю, да? Что это такое? Лимфа, чудовище. Почему не падает кровь? Вывеска, вывеска. Что надо-то? Могильщик. Хорошо. Так, ну ладно, тогда пойдём. Я знаю, куда пойдём. Давайте в таверну сходим. Или ещё куда. Вот, блокпост Орден. Не знаю, зачем я сюда зашёл, но по-моему тут что-то должно быть полезное. Ого! 1, 6, 5, 10 вероятность пропить щит. Удобная ерунда. Я тебе так скажу. А этот меч сочетается с ведьмачьими стилями? Используется с ведьмачьим боевым стилем. А он неплох, я вам так скажу, по виду. Минус 10 повреждений, к сожалению. Но, по крайней мере, его можно продать. Так, в сундук Зигфрида я, пожалуй, не полезу. Потому что там тоже может быть оружие, которое можно продать. Так, а теперь мы пойдём в таверну. Там по ночам сидят же шати, рыдурки. Типа могила, там и остальные. Тут какой-то склад мне светился. Давайте посмотрим. Нет? Оказалось? Дверь. Куда ведёт эта дверь? Дом. Очень... Ой, пардон. Очень полезно. Познавательно. Так, чё это? Какая-то сказка. Ладно. Эльфы. Сойдёт. Надо, блин, прокачать навык. О, смотрите. Появилось. Заперто. Плохо. Ну, ничё. Ничё не сделаешь. Так, таверна. Мне нужен игрок. Бандит. Путешественник. Бандит. Официантка. Могила. Я ищу нот. Был у Талера и нашёл у него вещи того, кого ищу. И какое это имеет отношение ко мне? Они принадлежали ведьмаку. Как они к тебе попали? Мы их нашли. Твой дружок вляпался. Связался с Саламандром. Спроси людей на тех болотах, где мы нашли эти шмотки. Хорошо. Кирпич. Кирпич. Что продаёшь? Ты продаёшь фиш-тех. Ну да. Хочешь чего-нибудь? Ты продаёшь фиш-тех. Как я мог про это забыть? Может, давай с тобой напьёмся, а? Чё у меня есть? А у меня каких-то крепких настойки нету. Я их все расходовал под этим. Слабоалкогольное. Он пьёт слабоалкогольное. Хана тебе, чувак. Ну я вот, да, я уже наклюкался. Но тут, по-моему, до беспамяти нельзя напиться. Так, слабоалкогольное. Давай. Победа будет со мной, блядь. Сдумалась, козыль Яковый, леса погулять. Думаю, тебе уже хватит. Это победа. Сдум... Думаю, тебе. Да. Он мне больше ничего не скажет. Дырах. Ладно, потом. Официантка. Официантка. Удобная кровать. Давай проверим твою кровать. Давай проверим твою кровать. Да я пошатила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит? Я даже представить себе боюсь. Но пускай попробует. Нет. Он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Да? Вот, сука. Ну ладно. Смотри. Я мог бы разобраться. Что интересно? Что тут интересного в округе происходит? Немногое. Некоторые парни дерутся между собой. Остальные ставят на победителя. Иногда колотят посетителей. В общем, скучно. А, бывает. Ладно. Удачки. Подожди. А у тебя есть какая-то крепкая водка? Да. Крепкая спиртная. Основа для эликсиров. Давай сюда за 60 оренов. Три штуки. И я, пожалуй, спать. За 5 оренов. Мне нужно к могильщику сходить. В любом случае. А, еще сейчас разочек попробуем поговорить с этим товарищем. Могила. Я вопрос принес. Что тебе... Нет. Хотя вы должны услышать этот шедевральный диалог. Как дела? Старая шлюха родила. Пошел прочь, мутант. Хе-хе. Пошел нахуй, пидар. Ладно. Уходим. Что-то алкоголь долго не отпускает. Надо было прокачать ту... Ту способность. Чтобы отпускала побыстрее. Так. А что за заставки? Местные развлекаются. И что эти пуды? Ну, это я знаю. Знаю, 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 знаю. Свободная комната. 5 оренов. Давай. Заодно сейчас прокачаемся. Вот. Ведьмак о сведениях о могучих монстрах не обязательно встречна. Хорошо. Это мы возьмем. Так. Че я здесь не прокачал? Сюда бы повреждения вкинуть. Хотя сейчас посмотрим. Силовой стиль. Тут по повреждениям все есть. Тут по повреждениям все есть. И тут все есть. Поэтому давайте в быстрый стиль вкинем. И в этот. В групповой. Хотя сюда вообще нету. Посмотрите. Лучше сюда вкинуть. Ну и как раз к рассвету. Я думаю, отрезвее как раз. О, доброе утро. Эктоплазма. Черт, как меня злят эти люди. О. Видите, сколько всего вспомнил сразу. Теперь из гулей я могу кровь добывать. Хорошо, что я вспомнил, что у меня есть еще такая способность. Хорошая. Так. Кармен, все-таки. Есть работа. Есть работа для ведьмака. Да. Есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Что? Разберись с ними, и мы тебя наградим. Щедро. Я посмотрю, что я могу сделать. Где я могу найти этих парней? Я знаю три места, куда они часто заходят по ночам. Отметь их на моей карте. Так, теперь мы продадим оружие. Ой, как больно. Надо было выдать ему... Можно взгляд... Так, по... Так. О, 70. Ну, конечно, хорошая штука. Блин, на это пять штук надо. Меня просто жаба сожрет с ногами и руками. Но ничего не поделаешь. Это нужно. Это очень крутая броня. Что это? Что значит, что это? Ведьмак идет. Прояви уважение. Могильщик. Мне не нужен гроб. Мне не нужен гроб. У меня нет семьи. И я не планирую умирать в обозримом будущем. Ну, можно и так. Но, может, мы все-таки устроим небольшое дельце. Какой? Какое дельце? Скажем, партнерство. У тебя такой здоровый меч со спиной. Ты же им наверняка головы рубишь. Ну, да. Все просто. Как только ты отправляешь в путь новую душу, ты сообщаешь мне. Я организую гроб, а ты получаешь свою часть золота. Согласен. Не валяй дурака. Мне нужно другое. Ты псих? Не псих, а просто изобретательный. Работа у меня, как любая другая. Не, мне нравится. Даляй дурака. Мне нужно другое. Что? Ну, блин, это была хорошая идея. Ладно. Я пришел по объявлению. Я пришел по объявлению. Да? У меня тут шесть кувшинов собачьего сала. Все больше и больше этих шавок. Я салом дерево натираю для гробов. Вот твои деньги. Почему кладбище закрыто? Почему кладбище закрыто? Потому что мертвые вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром. Хе-хе-хе-хе, пошутил я. Не бойся. Они остаются в могилах, пока светит солнце. Но кто-нибудь должен навести порядок. Даже здесь по вечерам небезопасно. В конце концов, пообещают какую-то награду, но пока что это никого не волнует. Расскажи мне о чем... Что? Ну, а на чем тебе подогнать такого? Может, ты алкоголик там? Сто оренов. Это хорошо. Может, ты алкоголик реально? Что может быть лучше? Хорошие выпивки? Хорошо. На сундук мертвеца. Йо-хо-хо! И бутылка Рому! Рому! Вряд ли ты мне расскажешь... Почему клад... Потому что мертв... Ну, это понятно. Почему клад... Так, а вот... Ну, когда будет вознаграждение, я возьму... Ну, ну, герой! Думаешь, легко? Упокоить беспокоить... Не лишний будет... Что? Ну, это все. Ты мне и так ничего не расскажешь. Я только зря на тебя водку крепкую потратил. С капитаном стража не помешало бы поговорить. Но это потом. Банк Вивальди. Сначала Банк Вивальди, потом Шлюхи, потом Шани. Вот такой у нас план будет. Так... Еще Садовника надо выиграть в кость. Но сначала Банк Вивальди. Дом Кузнеца, дом Вивальди. Ты почитаешь жить среди людей, да, Старо... Так... Здорово. Что? Привет тебе, краснолюд. Сразу краснолюд. Не успел рта раскрыть, и тут же расовая сегрегация. А как мне тебя называть? Да как угодно. Как все в этом проклятом городе. У людей есть все. У нас нет ничего. Не ной. Я не гражданин Визимы. И я не человек. Да? А кто же ты тогда? Ведьмак. Мутант. Ммм, в таком случае извини. Я принял тебя за очередного Визимского сукина сына. Я Голлан Вивальди. Мой кузен из Новиграда. Вимми Вивальди как-то встретился с одним ведьмаком. Тот, похоже, был специалистом по возврату долгов. Я Геральт. Приятно познакомиться. И я не занимаюсь долгами. Что привело тебя сюда, ведьмак? Я провожу расследование. Ищу лидера одной организации. И ты подозреваешь меня, потому что я краснолюд? Да. У меня несколько подозреваемых. Не только краснолюды. Чем могу помочь? Я хочу, чтобы ты знал. Я тебя подозреваю. Возвращайся, когда будет... Стой! Это не всё. Я выяснил, с кем связано... Любопытно. Извини, что подозревал тебя. Я знаю, что ты потерял свой банк. Приятно, что ты... Без проблем. У меня есть полезная информация про Яведа. Иногда могут помочь любые детали. Давай. Я просматривал документы ещё десятилетней давности и наткнулся на его имя. Он проплачивал через мой банк обучения в школе чародеев в Банарт. Но школу он так и не окончил. Его вытурили оттуда, потому как занимался такими областями магии, которые нашим магам претят. Он прекратил оплачивать обучение, и на этом его следы в банковской системе теряются. Ты имеешь дело с ренегатом. К тому же очень опасным. Уж если ему удалось избирать смерти от рук магов. Ну, понятно. Спасибо. Так. Ну, ты мне больше ничего не скажешь, правда? Надеюсь, тебе удастся, Вер. Дело не только в золоте. Этот банк принадлежал моей семье на протяжении поколений. А сейчас принадлежит какому-то необразованному человечишке. А, пустая трата слов. И вы, люди, еще смеете называть это законом и справедливостью. Да ладно тебе. Не ной. О, кстати, Вивальди. Вивальди, Вивальди. Стой, 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 стой. До ночи. До ночи. Спасибо. До ночи. Вот где-то так. Сейчас займусь шлюхами, потом зайду к Шане. Я обещал. Так. Пошли. Отвали, приятель. Оставь даму в покое. Пожалел шлюху? А прежде чем уйдешь, извинись за свои дурные манеры. У тебя крыша поехала, дед долбанный. Беги, пока я тебя не прирезал. А когда извинишься, пойди к капитану Винсенту. Скажи ему, что ты преступник и негодяй. Вынимай меч, бродяга. Я не убиваю безоружных. Ты не использовал свой шанс. Вперед! Эх, помощи! Подожди. Я тебя убью. Я ухожу отсюда. Блин, этот топор стоит дороже, чем этот шивый нож. Так, где еще? Где-то тут. Где-то в этом квартале. Здорово! Вали отсюда. У меня дела. Отвалили, я прирежу тебя, как пса. Испытай удачу. Давай. Шватить его! Да блин. Я тебя убью. Заработай свои деньги! Фиштех. Хм. Это че? А? Не знаю даже. Этот, по-моему, дороже. Ну, посмотрим. Так, а где еще девочки у нас? Вот я здесь. Короче, по дороге. Сейчас выцепим. Ну, че? Здорово, парни. Вот и я. Эй, ты. Отвали. Это очень невежливо. Уйди. Это ж... Значит, ты... Я тебя убью. Смешно. Так, у тебя вообще ничего не было. У тебя было лишь пиво. Это все или еще где-то есть? Надо рассказать Кармен. Все. Значит, с этим покончено. Теперь идем к Шане. Так, не здесь она живет. И не здесь. Вот дом Шане. Так, стоп. Тут надо сохраниться, потому что у нее живет довольно такая... Хреновая бабуля. Которая может и не пустить меня. Добро п... А? Что, все? Сразу пустила? Нихера себе. Бабуля ты даешь, конечно. Буфет. Значит, мы тебя обнесем. Раз ты такая доверчивая. Стоп. Да. Ага. Что это? Бабулин дневник. Содержит воспоминания о юности Карги. Интересно. Не знаю, что там написано, но потом посмотрим. Так, сначала дело, а потом... Что такое? Добро п... Привет. Уже говорили. Так, все, я пошел к Шане. Ух ты. Наконец-то ты меня нашел. Похоже на то. Ну, да. Как ты пробрался мимо старой Карги? Что? Ты имеешь в виду эту милую старушку внизу? Милую? Да она превратила мою жизнь в ад. Ну, да. Привет, Шане. Я хочу с тобой поговорить. Давай. Конечно. В чем дело? Иногда мне снится битва при бренне. Резня. Наша палатка, кровь, крики. Одно и то же. И каждый раз иначе. Ужасно. И знаешь, что хуже всего. Я просыпаюсь отдохнувши, и меня все это не беспокоит. Кажется, я привыкла к страданиям. Как будто что-то внутри сломалось, понимаешь? Понимаю. Спасибо, Геральт. Хорошо иногда поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Не стоит благодарности. Подожди, Шане. А что ты мне больше ничего не скажешь? Шане. Да? Привет. Я хочу... Извини. Ага, ну это все, то есть, да? Хорошо. Что это? Не знаю. Сейчас прочтем. Это все, да? А, нет. О, шаль. Это хорошо. Так, а тут факел. Ну что? О, подождите. Там еще в шкафчике что-то должно быть. Так, вроде все залутали, уходим отсюда. Бабуль, может с тобой поговорить можно? Не, смотри. Добрая бабка попалась. Странно. В прошлое мое прохождение она мне житья не давала по полной программе. Так, ну что, какие у нас еще квесты остались? Так. Так, так, так. Запасная пристань. Важный свидетель. Кулачные бои. Разрываемый талер. Кокер с костями. Так, что бы на тебе было написано. Я должен поговорить с тюремщиком Юзом. Юз. Есть разговор. Долбаный ты наркоман. Винсент Юз. Ты простужен? Я знаю достаточно. Физштег можно употреблять разными способами. Говорят, лучший это отвернуть кожу. Где? Там, где можно отвернуть кожу. Именно там. Но если будешь покупать фиштех у кирпича в кудлатом мишке, не говори, что это я тебя прислал. Окей. У меня есть вопросы. У меня есть пара вопросов. Спрашивай. Видимо, Фольтеста окончательно достали саламандры, если он объявил награду за голову профессора. Это не королевское золото. Частный взнос. Интересно. А еще платят за значки саламандр, которые снимают с трупов этих бандитов. Нет. И кто же этот загадочный филантроп? Я не могу тебе сказать, кто платит за значки саламандр. Но, знаешь, его человек проводит вечера в Таве... Я проверю. У меня есть еще вопросы. Даже если бы и знал, зачем мне говорить об этом тебе? Капитан с меня голову снимет. Может быть, мне удастся тебя убедить? Может, порошок поможет? Да, думаю, поможет. Держи. От хорошего... Расскажи мне про этого пленника, саламандру. Но... Я почти ничего не знаю. Хотя бы скажи, где он? Наверное, я могу тебе сказать. Его отвезли в лечебнице лебеды. Спасибо. Это все. Капитан. Я должен найти фиштег для юза. Я должен принести юзу фиштег. Я должен поговорить с пленником. Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущевах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Ясно. Склад. Склад. Ты ведь не отправ... Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом с закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Да. Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков. На всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе на блюдечки яйца. Прощай. Это, конечно, ты славно придумал. Блин, и то все не влазит. Да, ёпс-рэмэ. Эти бублейки, блядь. Сыр этот. Это про полевые растения, да? Хорошо. Это что, разное? Гусиный жир? Ага, это нуянское масло. Давай ещё нуянское масло возьмём. Так, ну чё, пошли на этот склад? Он так невзначай про него сказал. Вообще не палясь. Такой, не вздумай, главное, туда идти. Потому что я буду там решать дела с саламандрами. Естественно, он хотел, чтобы мы туда пришли. Ладно, вперёд. Ещё в лечебницу лебеды бы заглянуть. Но сначала дела. Сначала касательно... Эмм, товарища. Товарища капитана. Забыл, как его. Вот это этот склад. Если я не ошибаюсь, конечно. Он? Евет и профессор исчезли. Но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Спать хочу. Кто это? Мы не об этом договаривались. Легалый. Расслабься. Это всего лишь ведьмак. Ты ведь знаешь, что ведьмаки — големы. Своей воли нет. Выполняют приказы быстро и точно. И не жалуются. Правда, Геральт? Да. Конечно. Видишь, бояться нечего. Ты тоже пришёл не совсем один. А теперь сделка. Я ему не доверяю. Слышал он чёртов убийцы, зарезал дюжину наших людей. Только давай не будем играть в игру «Кто кого убил». Это в прошлом. А нас интересует будущее. Твоё будущее, которое будет отнюдь нерадостным, если Евет узнает, что ты его обманул. А он точно узнает, если ты не начнёшь говорить. Ты блефуешь. Не пугай меня. Довольно. Где Евет? Где секреты ведьмаков? Говори, иначе я скормлю тебя крысом. Винсент, останови его. Я ничего не знаю. Я был помощником у бухгалтера, у Саламандр. Евет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он и что он задумывает. Тем хуже. Я не знаю. Уехал. Чушь. Нужно тебя вдохновить. Ты обещал мне защиту в обмен на признание. Я клянусь могилой матери. Я ничего не знаю. Останови его. Ты ведь страж закона. Это убийство. А ты будешь просто стоять и смотреть? Нет, я пойду, пожалуй. К тому же я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Реймонда? Сделай это побыстрее. Вот суки твари ничтожественное. Эй, у меня живо на тот свет отправишься. Я тебя убью, блюда. Ну шо вы? Сучки! Так. Забираем. О, по-моему, эта булава, она дороже стоит, чем этот долбанный меч. Так-то. Нету, что выкинуть, да? Ну ладно, давайте еще одну возьмем. Так, секира. Ну давайте в останках этих еще покопаемся. В фиштах, видите? Как хорошо. Блин, тут печально, что больше ничего нету. Что в буфете? Пиво? Ну ладно. Оу. Нет. Это все. Ну шо, пойдем поговорим с этим товарищем. Где наш капитан? Хотя нет, давайте-ка зайдем в лечебницу. Все равно ж по пути. Что такое? Держись, подальше! Ладно, ладно. Ладно. Так. Не, ну я, конечно, ему заплачу, но это будет уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока, с вами был Марс. Продолжение следует... Продолжение следует...